31 мая 2017 года в Москве состоялась летняя сессия Уральского форума ключевого события российской отрасли информационной безопасности финансовой сферы. Темы, которые были намечены в ходе 9-го Уральского форума, на текущей конференции получили всесторонние обсуждения при участии всей отрасли. Участниками мероприятия стали представители российских банков, регулирующих органов, целикомоператоров, разработчиков и поставщиков решений и услуг в области информационной безопасности. На тематических заседаниях был поднят ряд актуальных для организации финансовой сферы вопросов и проблем. Среди них – темы безопасности платежных систем, вопросы противодействия ДИДОС-атакам, проблемы надежности идентификации и аутентификации, на заключительной дискуссии развернуто обсуждались некоторые принципиальные вопросы, вызвавшие у сообщества большой интерес. Своим мнением поделились специалисты Банка ВТБ, Сбербанка, Финцерта, Банка России и другие активные деятели отрасли. Уход в цифровую экономику, уход в возможность того, чтобы люди могли из любого уголка России стать клиентами практически любого банка – это, собственно, задача, которую мы пытаемся решить. Единая система идентификации и аутентификации, которая используется людьми для доступа к государственным услугам, она обогатится именно биометрическими данными. К этим биометрическим данным на первом этапе будут относиться голос и изображение лица человека. Первыми, кто сможет воспользоваться реальной платформой, это будет финансовая организация, а именно Банк. В этом году уже должны случиться пилоты, и я так понимаю, что в следующем году можно уже будет говорить о том, что это начинает расходиться в массе, и это будет развиваться. Безусловно, вопросы, конечно, защиты и подмены этих данных, они такие актуальные. Для меня, как профильного специалиста по Дидосу, конечно, интересна тема Дидоса. Сбербанк уходит все больше в онлайн-сервисы, их становится все больше, поэтому защиту от Дидоса мы называем как сервис. И, в общем-то, видим направление развития очень серьезное. За последние несколько лет мы отбили более 100 атак. С учетом того, что Банк уходит в цифру, происходит его диджитализация постоянно, эта угроза с каждым годом проявляется все острее. Несколько лет назад бутнет-сети представляли из себя сложные организмы, которые необходимо было содержать. Содержание стоило денег, то сейчас это все на открытых технологиях. Это интернет вещей, это какие-то открытые публичные сервисы, на которых можно разогнать атаку до очень больших цифр, которые еще 3-5 лет назад не представлялись реальными. Мы все это на себе чувствуем. Поэтому, наверное, тема с Дидосом для нас наиболее интересна, это конференция. Летняя сессия для нас интересна, прежде всего, к площадке для донесения наших решений по защите от Дидос-атак. Почему это важно именно для финансовых организаций? Недоступность банковских сервисов – это прямые финансовые потери для банков, поэтому Дидос-атаки, они достаточно болезненные. От интернета очень много чего зависит в последние годы. Вопросы доступности, они являются ключевыми для многих сфер. В конкретно финансовой сфере мы видим некоторые шаги к тому, чтобы наконец-то действовать упреждающим маневром. И вот именно это дает некоторый повод для оптимизма. На уже зимнюю сессию уральского форума, возможно, приеду с какими-то как ответами на вопросы, которые прозвучали здесь, так и с новыми вопросами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!